Приветствую вас с точки зрения кого ненормально, то есть, что такое нормально и что такое ненормально, то есть, кто определяет, что нормально, что нет. Вот, постарайтесь сами себе на этот вопрос ответить. Да? Значит, то есть, с точки зрения кого вы говорите, что то или иное является ненормальным, то есть, на кого вы ориентируетесь, кто определяет, да, нормально или нет, что-либо вообще. Соответственно, я полагаю, что ваш вопрос, он, ну, кроет в себе определенную, определенный посыл, скажем так. Определенный запрос, то есть, ну, вот, в тот момент, когда вы говорите, нормально ли это или нет, вы хотите, как бы, разрешение, вот, с нашей стороны для вас. Вот, вы хотите разрешение. Но при этом нужно, нужно понимать, что мы можем вам разрешить, можем. Но для этого нужно понять, что вам запретить. И кто запретил. Понимаете? И тогда уже можно будет вам помочь. Тогда уже, может, можно будет для вас что-то сделать. Ну вот. То есть, только так. Дальше. Можно говорить о норме или ненорме исключительно с позиции, например, пользы или вреда. Да, можно говорить. То есть, что это значит? Что это значит? Что это значит с позиции пользы или с позиции вреда? То есть, когда вам грустно и обидно, вы накапливаете в себе энергию, ну, негативную энергию. Вот. И эта негативная энергия, она требует выхода. То есть, ну, она нуждается, нуждается в том, чтобы выстрелить. И в данном случае фотографии, они дают вам это, то, что, ну, что, что вы хотите. То есть, фотографии дают вам освобождение, дают вам какое-то облегчение, может быть, может быть. Вот. С этой позиции, да. Но это не решает проблемы, по которой вам вообще обидно. То есть, грубо говоря, из-за чего вам обидно. Во всех. Понимаете? Вот эту проблему это не решает. И для того, чтобы решить проблему именно обиды или обид, нужно именно постараться определить, а почему вам обидно? Почему вам больно? Почему вас что-то задевает? И изменить отношение, либо изменить отношение к себе, к этому. Либо что-то сделать для того, чтобы этих ситуаций не было. Чтобы ситуации не повторялись. Вот. И, пожалуй, это единственное, что здесь можно сделать. То есть, вы можете либо использовать снова и снова средства какие-то, да, для того, чтобы облегчать себе задачу. Можете, можете искать вглубь, идти вглубь проблемы и, соответственно, решать саму проблему, которая, безусловно, есть. И, ну, с которой нужно, ну, можно и нужно что-то сделать. Вот. То есть, такая вот история. Им именно, понимаете? И вот, собственно, собственно, уже, как бы, именно от вас зависит, хотите ли вы что-либо сделать или нет. Понимаете? Вот. То есть, если хотите, то всё можно исправить, всё можно поменять. Если не хотите или предпочитаете, чтобы, ну, чтобы всё так и было, да, как сейчас. Если вас волнует только разрешение или право на просмотр фотографий каких-то, ну, тогда вы только и будете получать временное облегчение от них и не более того. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ответить на ваш вопрос можно и именно так, именно таким образом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, я могу ответить вам на них в личку. Пишите. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...